Доброго времени суток, дамы и господа, уважаемые посетители сайта tradelikepro.ru В этом уроке мы познакомимся с альтернативным способом, с альтернативным видом графиков, которые называются графики Ренка. Мы рассмотрим, как их строить, рассмотрим необходимый софт для их построения в платформе MetaTrader 4 и также поговорим о плюсах и минусах использования этого вида графика. Итак, что же такое графики Ренка? Перед вами на экране вы видите снизу график валютной пары фунт-доллар с таймфреймом М5, пятиминутные графики, то есть каждая свечка у нас пять минут обозначает. А выше график этой же валютной пары, но график Ренка. В чем же различие? Ну, видно сразу, что графики отличаются. Видно это невооруженным глазом. Дело в том, что графики Ренка, они не используют фактор времени. Если на обычном свечном графике каждая свеча у нас пять минут, и, допустим, прошла за это время цена 10 пунктов, 5, или вообще осталось на месте, рисуется следующая свеча. А графики Ренка у нас не включают в себя фактор времени. То есть каждая свеча у нас состоит ровно из 10 пунктов тела свечи. Это, естественно, можно менять, можно задать, чтобы была каждая свеча 5 пунктов, 15, сколько угодно. И пока цена не пройдет от точки закрытия предыдущей свечи в какую-либо сторону 10 пунктов, причем от крайних точек открытия, либо закрытия, новая свеча не нарисуется. То есть что происходит? Значит, у нас цена идет 10 пунктов, нарисовала свеча. И дальше наступает, допустим, азиатская сессия, и цена болтается в пределах там нескольких пунктов, особо никуда не идет. И это продолжается, скажем, там 2-3 часа. Так вот, пока цена не сдвинется на 10 пунктов в нашем случае, новая свеча Оренко не нарисуется. Если же, допустим, вот прошла цена вверх 10 пунктов, нарисовалась свечка, начала открываться новая свеча Оренко, и цена идет в обратную сторону. Прошла 10 пунктов, но 10 пунктов от точки открытия, то есть от противоположной крайней точки тела предыдущей свечи, она не прошла, то есть сюда она на 10 пунктов еще вниз не двинулась. В этом случае нарисуется хвостик вот такой, ну и, конечно же, если цена пошла выше верхней точки тела нашей предыдущей свечи Оренко, еще 10 пунктов нарисуется, следующая свеча, и так далее. Таким образом, на графиках Оренко лучше видны тренды, меньше шума и четче видны движения валютных пар. Ну, и обратите внимание, что, естественно, и индикаторы, и советники на графиках Оренко будут отображаться по-другому, будут совсем другие сигналы. Давайте вставим на график Оренко какой-нибудь индикатор. Ну, давайте вставим, допустим, процентный диапазон Ульвимса и поставим тот же самый индикатор на М5. Ну, тут сразу видно, что абсолютно по-другому работает. Все, тот же индикатор, один и тот же индикатор на графике Оренко более четкие движения показывает, и, соответственно, несколько повышается его точность. То есть, главное отличие в том, что графики Оренко не используют фактор времени, и свеча десуются только тогда, когда цена двинулась на N пунктов. Размер свечи, размер кирпичика Оренко, как правило, эти свечки Оренко называют еще кирпичиками. Мы можем менять по желанию. Так, давайте перейдем к установке, как нам в MetaTrader 4 создать графики Оренко. Так, по умолчанию их в терминале нет. В файле в архиве, который в комплекте с этим видео, у нас есть две папки. Одна называется один, другая называется два. Содержимое первой папки нам необходимо скопировать в папку с установленным терминалом MetaTrader 4. Обводим всю ее содержимое, нажимаем копировать. Далее идем в папку с установленным терминалом. Program Files. Program Files x86. Находим папку с терминалом. В зависимости от вашего брокера она может называться по-разному. Например, или Pari Limited. У меня вот для тестирования различных индикаторов называется AlpaRiTest. Это я сам переименовал. Итак, в папку с терминалом прямо в корень вставляем наши файлы, соглашаемся на все изменения и закрываем папку. Далее возвращаемся в наш архив, и теперь нам нужно скопировать уже в каталог данных терминала содержимое папки номер 2. Вот здесь папка mql4. Выбираем копировать. Открываем наш терминал. Заходим в файл. Открыть каталог данных. И сюда копируем папку mql4. Она перезаписалась у нас. Закрываем каталог данных. В терминале заходим в сервис настройки. Проставляем галочки следующим образом, как поставлено у меня, чтобы все работало правильно, и нажимаем ОК. Перезапускаем терминал. Закрываем терминал и заново открываем. Открываем график m1 той валютной пары, которая нас интересует. Ну давайте вот тот же самый фунт. Откроем. Сменяем на m1 таймфрейм. И теперь к этому графику нам нужно прикрепить индикатор, который называется Renko Bar Chart. И находим Renko Bar Chart. Входные параметры мы по ним пройдемся еще. Поэтому пока жмем ОК. И у нас появляется окно индикатора. Здесь ничего нет, это нормально. С надписью вы откройте график фунт доллар м3 оффлайн. Теперь заходим в файл. Открыть автономно. И здесь находим gpb usd пункт доллар м3. Щелкаем по нему два раза мышкой, либо нажимаем кнопку открыть. Без разницы. И у нас откроется вот такой вот график. Сменим его на свечи. Приблизим. И так как у нас свечки рисуются практически полностью в реальном времени, у нас откроется график Renko. Чуть позже, в течение времени, он прорисуется, уже станет более полноценным. Да, и обратите внимание, что та вот небольшая часть графика, которая построилась автоматом, она построилась неправильно, не совсем правильно, так как наиболее правильно графики Renko строятся в реальном времени. То есть, если вы собираетесь торговать на графиках Renko, идеальный вариант загрузить график с Renko и оставить его на несколько часов, дней, чтобы он прорисовался полностью. И уже после этого оставить какие-либо индикаторы, ставить какие-либо советники и уже вести какой-то теханализ по этим графикам, так как изначально их показания будут на истории не совсем точные. Для этого даже есть отдельная настройка в нашем индикаторе для построения графиков Renko. Сейчас я вам об этом расскажу. Но перед этим покажу еще один индикатор, который у нас есть в комплекте. Выполняет такую вспомогательную функцию. Сейчас вы увидите вставка индикатора и пользовательский Renko BarChart Info. То есть тот же индикатор с таким же именем, но с припиской Info. Он нам показывает точки, в которых начнется рисоваться новая свеча. То есть ценовые границы. Вот если отмерить от нижнего края, это будет раз 10 пунктов. То есть когда цена дойдет до 1.6684.4, у нас начнет рисоваться новая свеча. Либо же если цена пойдет вниз и дойдет до 1.6684.4, тогда тоже начнет рисоваться новая свеча. Такой вспомогательный мини-индикатор. Давайте рассмотрим настройки нашего индикатора для построения графиков Renko. Так, первый параметр Renko Box Size. Это есть не что иное, как размер в пунктах свечи одного кирпичика Renko. По умолчанию стоит 10 пунктов. То есть каждый кирпичик не нарисуется, пока свеча не пройдет 10 пунктов. Далее, Offline Time Frame 3. Ну, можете поставить 2, 4. В данном случае нужно будет открыть графики, соответственно, оффлайновые. М2, либо М4. Эта настройка ни на что не влияет, просто такая номенклатурная, можно так сказать. Но нельзя ставить таймфреймы, которые есть по умолчанию в MetaTrader. То есть M1, M5, M15, M30 ставить нельзя. 3, 4, 6, 7, 8, пожалуйста. Но это ни на что не влияет. Далее. Типы графиков Renko. У нас по умолчанию стоит BarType 1. Значит, будут рисоваться Renko с тенями, Renko с хвостиками. А если же поставить 0, то будут рисоваться Renko без хвостиков. Давайте поставим 0. Построить график, используя бары M1 из истории. Я вам это делать не рекомендую, так как они будут не очень точными, графики Renko в этом случае. Но по умолчанию стоит True. Если поставить 1, то будут строиться графики Renko только в реальном времени и с первой свечи, после того, как мы активируем нашу плановый график. Обновлять при появлении новых данных в истории. Ну, если вы, допустим, открыли график Renko, используя M1 из истории и закачали после этого историю, то график сам обновится, если этот параметр включен. Обновлять чарт при изменении АСКа. Ну, если, допустим, бит по какой-то причине не меняется, а АСК меняется, и тогда график будет обновляться. Ну, это такая уже дотошная настройка, в принципе, ее трогать не нужно. И использовать ли звуковой сигнал при появлении новой свечки, так как новая свеча, если рынок спокойный, может строиться и час-два. Вот. Можно включить этот режим и, соответственно, здесь будет возможность прописать название файла с расширением об этом внимания, который должен лежать в папке с установленной программами трендер 4 в папке Sounds. Вот. Можно активировать звуковой сигнал для появления нового бара. Так, нажимаем ОК. Давайте заново откроем наш автономный черт M3. И у нас начала, давайте увеличим, чтобы было видно, строится первая свеча Ренка и прямо вот в прямом эфире она строится. Вот видно ее краешек. Вот она. Так как мы выбрали использовать только свечи, построение свечей только в реальном времени. И через какое-то время график у нас будет заполняться при движении цены. Все зависит, естественно, от движения цены. Да, и также обратите внимание, что мы вот выставляли в настройках без хвостов, меняли построение графиков, построение свечей Ренка и вот хвосты у них пропали. Ну, кому как удобнее, на самом деле. Итак, к плюсам торговли графиков Ренка можно отнести более четкие тренды, более четкое видение ситуации, отсутствие шумов. И при торговле на таких таймфреймах, как M1, при правильном подборе размера кирпичика Ренка, вам будет намного проще торговать, если вы занимаетесь очень краткосрочным внутридневным трейдингом. Но у графиков Ренка есть и свои минусы. Это то, что вы не видите, не так четко видите зоны консолидации, не так четко видите формирование уровней поддержки сопротивления, как на обычных графиках. Опять же, фактор того, что одна свеча может рисоваться очень долгое время, также может оказывать негативное влияние, так как просто некоторым неудобно выжидать сигнала, некоторым не совсем понятно, как это так можно ждать там час одной свечки. В общем, могут возникнуть у некоторых неудобства с этим. Если подвести итог, то я бы рекомендовал использование графиков Ренка тем, кто торгует на небольших таймфреймах, таких как M1, M5, M15. А в случае, если вы торгуете на H1, H4 дневных графиках, то, в принципе, от них уже будет не такая большая польза. То есть, графики Ренка прежде всего для интродэй торговли, для внутридневной торговли. Что ж, на этом все. Думаю, эта информация была вам полезной. Видео записано для сайта tradelikepro.ru До встречи в следующих уроках. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...